И снова здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать в Доме знаний. Меня зовут Амина Абрагимовна. Ребята, мы с вами завершили главу «Многоугольники и многогранники» и дошли до главы «Множество и комбинаторика». Это завершающая глава в книге по математике 6 класса по Бунимовичу. В данной главе мы разберем понятие «множество», операции над множествами, а также будем решать комбинаторные задачи. Сегодня на вебинаре мы узнаем, в каких случаях в математике употребляют слово «множество» и что называется подмножеством данного множества. Подмножеством мы можем понимать разные объекты. Например, ваш класс, допустим, который состоит из 30 человек, или футбольную команду из 11 человек. То есть слово «множество» в математике не обязательно означает «много». «Множество» может содержать несколько элементов или только один элемент, и даже не содержать ни одного элемента. То есть «множество» – это есть совокупность чего-либо, предметов, людей, каких-то животных домашних и так далее, чисел и так далее. То есть «множество» мы можем представить в виде любой группы, а обозначают «множество» большими заглавными латинскими буквами алфавита. А, В, С, Д и так далее. А вот основные числовые множества обозначают буквами N, Z, Q. Множество натуральных чисел обозначается буквой N. Заглавный. Все же помнят, какие числа относятся к натуральным числам, то есть числа, которые применяются для счета предмета. Множество целых чисел обозначается буквой Z. К целым числам относятся все натуральные числа, им противоположные числа и число 0. А вот множество рациональных чисел обозначается буквой Q. А рациональные числа – это все натуральные числа, целые числа и дробные числа. Объект, который входит в множество, называется элементом множества. Например, если брать множество вашего класса, то каждый ученик в этом классе есть элемент множества. Или, например, город Махачкала – это элемент множества городов России. Для того, чтобы на математическом языке написать предложение «число принадлежит множеству каких-либо чисел», то используют знак принадлежности. Обратите внимание на слайд. Посмотрите, как выглядит знак принадлежности. Зеркальное отражение буквы «э». Похоже что-то на это. Предложение «число 5 принадлежит множеству натуральных чисел» имеет следующую запись. Посмотрите на слайд. Так, «5» – знак принадлежности, то есть принадлежит «n». «n» – это, как я уже ранее говорила, множество натуральных чисел. Как вы думаете, ребят, множеству каких еще чисел принадлежит число 5? Правильно. То есть число 5 принадлежит множеству целых чисел и множеству рациональных чисел. Является ли число минус 5 множеством натуральных чисел? Как вы думаете? Конечно же, нет, потому что натуральные числа – это числа, которые применяются для счета предмета. 1, 2, 5 и так далее. Мы же не скажем «минус 5 столов», например. Поэтому число минус 5 не является множеством натуральных чисел. А как же записать? То есть как это записать? Как выглядит такая запись? Обратите внимание на слайд. Так, мы записываем знак принадлежности и зачеркиваем этот знак. То есть таким образом показываем, что минус 5 не принадлежит множеству натуральных чисел. А множеству каких чисел тогда принадлежит число минус 5? Правильно. Множеству целых чисел и множеству рациональных чисел. Вот смотрите. Получается интересная ситуация. Например, число 5 принадлежит множеству натуральных чисел, а также множеству целых чисел и множеству рациональных чисел, как и все отрицательные числа, которые принадлежат множеству целых чисел и множеству рациональных чисел. То есть из этого можно сделать выводы, что множество натуральных чисел будут принадлежать множеству целых чисел. Соответственно, множество рациональных чисел тоже. Также множество целых чисел принадлежат множеству рациональных чисел. Давайте более наглядно я вам объясню это. То есть я сказала набор слов, а вот по сути немножко непонятно, да? Давайте наглядно посмотрим, и будет уже понятно. Пусть этот круг – это множество целых чисел. Как вы думаете, множество n, то есть множество натуральных чисел, будет входить в этот круг, то есть в наше множество? Да, конечно же, будет. В таком случае можно сказать, что множество натуральных чисел является подмножеством целых чисел. Точно так же множество целых чисел является подмножеством рациональных чисел. Обратите внимание на слайд. Вот натуральные числа входят, то есть множество натуральных чисел входит в множество целых чисел. Поэтому множество натуральных чисел – это подмножество целых чисел. А вот множество целых чисел входит в множество рациональных чисел. То есть можно сказать, что множество целых чисел – это подмножество рациональных чисел. Таким образом, мы дошли до понятия подмножества. Давайте разберемся, что же такое подмножество. Подмножество – это любое множество, каждый элемент которого принадлежит данному множеству. Чтобы вам было более понятно, я хочу вам привести нематематический пример подмножеств. Возьмем, к примеру, коров. Множество коров – это подмножество млекопитающих. То есть коровы относятся к млекопитающим. Значит, коровы входят в подмножество млекопитающих, а млекопитающие – это есть подмножество животных. Вот вам и нематематический пример. Вот коровы, то есть подмножество коров принадлежит подмножеству млекопитающих, а множество млекопитающих есть подмножество животных. Вы можете какой-нибудь свой пример привести, тоже нематематический. Привести свой пример какой-нибудь нематематический и написать этот пример под видеоуроком. Я обязательно посмотрю. Так, теперь возьмем уже математический пример тоже. Возьмем множество А с элементами 5, 7, 9. Ребят, я взяла в качестве элементов числа, так как с ними удобно работать. Но элементами множества могут быть что угодно, то есть месяцы, дни недели, цвета, животные, люди. Чтобы не тратить время на рисование этих элементов, конечно же, я взяла числа. Понятно, да? Так, элементы для множества А возьмем числа 5, 7, 9. А элементами множества В пусть будут числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть числа от 1 до 9. Мы видим, что каждый элемент множества А принадлежит также множеству В. Значит, мы можем сказать, что множество А является подмножеством множества В. А обозначается это так. Обратите внимание на обозначение. А является подмножеством В. Ребята, а вы знали, что есть бесконечное множество? Например, множество звезд на небе, множество насекомых, множество песчинок в пустыне, множество чисел и так далее. А как вы думаете, какие еще есть примеры бесконечного множества? Тоже напишите под видеоуроком. Еще есть пустые множества. Также, приводя в ней математический пример пустых множеств, можно считать множество крокодилов в Антарктиде, например. Это пустое множество, так как крокодилы на Антарктиде не обитают. А вот математический пример пустого множества. Пусть А множество чисел, которые делятся на 4, но не делятся на 2. Какие числа делятся на 4? Это 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и так далее. Как вы думаете, можем ли мы встретить среди этих чисел число, которое не делится на 2? Конечно же, нет. Так как каждое число, которое делится на 4, будет делиться и на 2 тоже. Значит, мы описали пустое множество, которое не содержит ни одного элемента. А вот символ пустого множества. Обратите внимание, вот так вот обозначают пустое множество. Со множествами мы уже немножко познакомились. Давайте решим несколько упражнений. Перейдем к упражнениям. Пусть А множество целых чисел, которые больше, чем минус 50 и меньше, чем 50. То есть А должно быть больше, чем минус 50, но меньше, чем минус 50. Нам нужно теперь узнать, какие из данных чисел, из вот этих чисел, которые нам даны, 0, 135, минус 49, 50, 48, 9, 7 и минус 13, являются элементами множества А. Ответ нужно записать с использованием знака принадлежности. То есть нам нужно узнать, какие из этих чисел принадлежат множеству А. Как вы думаете, 0 относится к этим числам? Да, относится. 135? Конечно же, нет, потому что нам нужно число, которое меньше 50. Минус 49? Да, входит. 48 тоже входит. Число 9 входит. 7 входит, и минус 13 тоже является. То есть тоже принадлежит множеству А. Давайте посмотрим на ответ. Да, все верно. Посмотрим на следующее упражнение. В следующем упражнении нам нужно записать на математическом языке следующее утверждение. А. Число минус 15 является целым числом. В. Число 90 является натуральным числом. 0 не является натуральным числом. И число 5,7 не является целым числом. Давайте посмотрим на ответ, как же это записывают. Так, мы видим, минус 15 – знак принадлежности Z. Не забывайте, что Z – это множество целых чисел. Далее, 90 – знак принадлежности N. Не забываем, что N – это множество натуральных чисел. Далее, 0 не принадлежит, то есть знак принадлежности зачеркнули множеству натуральных чисел. Все верно. И 5,7 не принадлежит. Снова зачеркнули знак принадлежности. Множество целых чисел, так как это множество рациональных чисел. Давайте посмотрим на следующее упражнение. Пусть С – это множество всех чисел, кратных 9. А Д – это множество всех чисел, кратных 3. Например, С – это 9, 18, 27, 36, 45 и так далее. А Д – это 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 и так далее. Это я продиктовала для того, чтобы вы вспомнили, какие числа являются кратными, чтобы вы вспомнили кратные числа. Теперь вопрос такой. Какое соотношение связывают эти множества? То есть давайте посмотрим на ответ. Мы видим, что С является подмножеством. Это символ подмножества, не забываем. Д. Что это означает? То есть множество всех чисел, кратных 9, является подмножеством. Множество всех чисел, кратных 3. Вот что это означает. И давайте посмотрим на следующее упражнение. Здесь нам нужно заполнить пропуски в предложении. Давайте заполним эти пропуски. Если число делится на… то оно делится и на… Как вы думаете? Если число делится на 9, то оно делится и на 3. Это правильно? Да, правильно. Так, на 9, то оно делится и на 3. Но из того, что число делится на 3… Да. Не следует, что оно делится на 9. Верно же? Да, верно. Ребят, на этом наш вебинар подошел к концу. Я была рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. Жду от вас новых вопросов, ребят. До новых встреч!